Приветствую, друзья! Это Тикмил Аналитика и сами я, Артур Идиатулин. Режим самоизоляции позволил некоторым странам выйти на плату в темпах заражения новой коронавирусной инфекцией. Однако, как только страны начали ослаблять ограничения, заболеваемость уновь пришла в рост. Если мы посмотрим на график числа новых случаев, несмотря на дневные перепады, видно, что возник четкий повышательный тренд примерно в конце мая, который продолжается и по сей день. СМИ на этой неделе заговорили о второй волне, но похоже, что с учетом этой части графика, что это лишь первая волна, которая никуда не уходила. Просто была недолгая такая пауза вот здесь, когда страны вышли на плату, а затем, когда эта пауза завершилась, вновь возник повышательный тренд. Рост заболеваемости этой инфекции новой опосредовал свое негативное воздействие на рынок через два фактора основных. Это угроза нового локдауна и длительность закрытых границ, длительность ограничения транспортного сообщения. Первый эксперимент с локдауном, первый опыт, он показал, что это очень болезненная и крайне дорогостоящая мера, она ставит на грани состоятельность правительств как заемщиков, если центральные банки не будут удерживать стоимость заемства на низком уровне. На мой взгляд, повторный локдаун возможен сейчас лишь только в том случае, если возникнет угроза, риск перегрузки национальных служб по здравоохранению, но сейчас запас прочности у них гораздо выше, чем до вспышки, это несомненно. Плюс превентивные локдауны, поэтому сейчас не приоритетная мера, потому что запас прочности уже есть, вот этот буфер, эти больничные резервы, они уже накоплены и, собственно, первый локдаун был нужен лишь для того, чтобы снизить на время темпы распространения инфекции, чтобы, собственно, подготовить службы здравоохранения. Сейчас, когда они уже готовы, даже вот это увеличение, даже этот повышательный тренд не обязательно будет означать, что правительство будет склоняться к новому локдауну, потому что у нас, как я уже сказал, резерв больничный, он уже намного выше, службы здравоохранения намного более устойчивы к этому, поэтому не спешим делать преждевременные выводы о том, что возникновение вот этого тренда будет вести к конкретным ограничительным, усилению ограничительных мер со стороны правительства, что нарушит оптимизм на рынке. Ряд экономических данных по азиатским экономикам вышли у нас в понедельник по Китаю, по Индонезии и по Индии. Показали они, что восстановление активности больше всего тормозит внешний спрос для азиатских экономик, которые ориентированы на экспорт. Среди остальных факторов это некоторые стеснения еще во внутреннем потреблении и ограничения в мобильности. Учитывая, что на рынке есть часть инвесторов, которая поверила и сделала ставку на то, что активность экономическая отскочит после перезапуска экономик, сейчас вот данные негативные, которые мы получаем, которые не оправдывают этих ожиданий, они должны способствовать коррекции. Больше всего разочаровал Китай. Видно, что инвестиции в основной капитал, это вперед смотрящий индикатор, лидирующий индикатор, потому что фирма инвестирует, расширяет производство, ориентируясь на будущее. Видно, что сократили эти инвестиции сильнее, чем ожидалось, на 6,3%, соответственно, промышленное производство также растет меньшим темпом, чем предполагалось в годовом выражении в мае на 4,4%. Выросло промышленное производство, также не оправдал ожидания важный компонент потребления в экономике, субкомпонент. Розничные продажи, они упали на 2,8%, что также сильнее, в негативном смысле произошло прогноз. Также пугающие данные по экономике Индонезии появилось, резко она сократила торговлю с остальным миром. Видно, что импорт упал на 42%, экспорт у нас также сократился почти на 29%. Что касается данных по индийской экономике, экспорт в мае упал на ужасающие 73%, по сравнению с маем прошлого года, без РБС, соответственно, официально подскочил до 24%, и промышленное производство сократилось на 55% в мае. Все эти данные говорят нам о том, что развивающиеся рынки сейчас, особенно в Азии, не могут получить поддержки как со стороны внешнего спроса, так же не могут опереться и на внутреннее потребление. Все это говорит о том, что импульса положительного толчка для мировой экономики именно с развивающихся рынков сейчас ждать не стоит.